Здравствуйте, ребята! Очень коротко. Это в Латвийском университете государственном. Не помню, какой конкретно институт. Потом посмотрим. Я сделаю фотографию и таблички при входе. Между третьим и четвертым, кажется, этажом находится музей космонавтики и астронавтики имени Фридриха Цандера. Я очень быстро, потому что тут все бегают. Я давно пытался сюда вырваться. Дело в том, что он раньше находился совершенно в другом месте. И, как ни странно, прямо недалеко от моей хаты, где я и живу. И туда, еще до армии, будучи пацаном, я туда с ребятами ходил. Рубль-билет. Очень интересно было. Сейчас этот дом приватизирован через аукцион, вроде бы, как продан. И это частная собственность. А экспонаты вывезены в музей. Дети тоже. Самый главный экспонат, который я все старался сфотографировать. Но здесь надо кого-то звать, чтобы помогли, чтобы открыли этот шкаф. Вот это вот паяленная лампа. Реактивный двигатель ОР-1 макет. Фридриха Цандера проект. Люди ходят. Это Рифлер Нормал Пукстанис. Рифлер нормальных часов, что-то в этом роде. Еще все возможные приборчики. Объективы. Счетная машинка, зачем-то непонятно. Телескопы. Клобусы. Жаль, все бегают, мешают. Хотя почему мешают? Они здесь работают, учатся. Это институт какой-то. Забыл какой-то. Архитектурный что ли? Вот, пожалуйста. Интересная штуковина. Какие же мы все-таки не образованы. Универсальный инструмент. Хилдербранд. А вот, я так понимаю, солнечная система. В миниатюре. Менес карты. Лунная карта. Пассажир инструмент. Сфера Альмир... Альмилар. Армилар. Вот сам Цандер со своим реактивным двигателем. Макетом. Простая паяльная лампа. Он стал известен тем, что он разрабатывал теорию. Вот, кстати, тоже что-то в этом роде. И, видите, там сопло реактивное. Известен тем, что он хотел воплотить в жизнь теорию, что сначала сжигается топливо в полете. Космический корабль сначала сжигает топливо, а потом в виде топлива уходят сами части самого корабля. Видимо, из какого-то материала, там, алюминий или что-то в этом роде, что горючее. Алюминий, как известно, уже давным-давно известно, довольно-таки мощно горит. Ну вот, в общем-то, приблизительно так. Жаль, конечно же, это паяльная лампа. Ну да ладно. Может быть, как-нибудь договоримся. Надо заранее договариваться, чтобы женщина вышла, открыла и даже может сделать экскурсию. Я потом, может быть, даже ссылку дам на все это. Еще раз. Ну-ка. Хейдес. Рефлектор. Рефлектор Хейдеса. Все, спасибо. Рига, 23 января 2017 года. Юрий Дериньш. Музей космонавтики имени Фридриха Цандера. Был такой, был соратник Циолковского. 32 января Bill 13 января. Продолжение следует...